Привет зрители! Сегодня неожиданный ночной выпуск в спецформате. Автомобиль Cadillac City 6 ослачен инфракрасной камерой, поэтому заставляет это мне рассказать про него по-новому. Впрочем, кроме этого, есть, например, обнаружитель хозяина рядом. Это очень круто. Машина, привет, его зажигает ручки, габариты загораются, так что мимо своего Кэдди вы не пройдете. Естественно, премиум, фишки должны быть. И вот начинается следующая эра, когда машина чувствует своего владельца и подсказывает ночью что да как. Плассеты, кстати, здесь обычно достаточно гербов. Папсы, как у китайцев, здесь нет. Очень интересная оптика. Посмотрите, она сразу инициализируется даже до запуска двигателя. Это круто. И мы видим Indirect Fire LED. Ну, читается примерно так. От Cadillac. Очень крутая оптика. Выглядит машина здорово. Посмотрите, вот так вот берешь и смотришь. Ну, да. Вот такие вот фишки заставляют людей открывать рты и говорить, ну да, это же премиум. Не зря мы платим такие деньги. Поэтому масс-маркет масс-маркетом, а премиальный сегмент по-прежнему дает, что называется, почувствовать свое превосходство. Запускаем шестерку. Оживает автомобиль. И следующий этап это инфракрасная камера. Очень круто и очень интересно. Посмотрите, посредине виртуальной панели приборов горит соответствующий элемент. Круто. Круто. И обнаруживает она, естественно, любые объекты, излучающие тепло. То есть нужна она прежде всего для работы система обнаружения людей, пешеходов, но попутно и собак, и лосей. В общем, любой тепловой объект, похожий на биологическую субстанцию, эта система засекается. Я надеюсь, что мы сейчас какого-нибудь человека обнаружим и в ходе движения найдем. Поехали потихонечку. Следующая тема, кроме обычной поездки, которая будет идти у нас в процессе движения ночью, я добавлю комментариев. Несколько по автомобилю, тестов, как всегда, много. Несколько по ночным обзорам, которые делаю-делаю. В итоге вывел их с Z-Drive, с канала, который вы сейчас смотрите. На Ярулю, ДОП-канал, ситуация не изменилась никак. То есть, что на Z-Drive не смотрели, где у вас уже, кстати, 90 тысяч, дорогие зрители, это очень круто. Нужно до соточки добить. Как-то, не знаю, что для этого нужно сделать, как простимулировать 10 тысяч, потому что 100 тысяч это уже число. Это реальное число, с которым не считаться нельзя. Следующий план Камелеон будет это, ну, через много лет. Кстати, смотрите, как ярко светит Кадиллак, что человек аж подсвечивает дальним, мол, что мне лупишь светом. Да, General Motors всегда радует мощнейшим светом, порой даже люди и не думают, что ты едешь на ближнем, зато включишь дальний и вообще растворяется где-то там в мощных лучах света автомобиль встречный. Тема, значит, это Z-Drive печальная, что делать, чтобы смотрели их, не знаю, как вот контент разнообразить. Следующая проблема, кроме того, что малое количество просмотров, очень мало локаций. Можно было просто по ночи ехать, но Москва такой город, что здесь подсвечено все, вот любое место, сколько глухого до не было, оно подсвечено. А если он не подсвечен, значит, туда ехать нельзя, какая-нибудь охранная зона, как вот здесь, например, есть съезды, ну, там стоят аншлаги, так называемые, значки, что, мол, механизированное средство въезжать нельзя. Понимаете дело, что можно в случае, если там дорога с твердым покрытием, ну, честно говоря, разборки очень сложные, муторные, я пару раз попадал, получил много неприятных ощущений от подобных явлений. Поэтому имейте в виду, что с локациями беда. А вот так вот, ну, здесь можно ехать вообще без света. Просто его выключить и все. Вот так вот жжет столица Родины, свет, просто вот мы выключаем и, ну, зачем вообще свет? Я помню меня в свое время, когда ездил в давние времена на отечественном автопроме, я просто забывал включать свет. Просто забывал и все. Меня остановит, говорит, у тебя ничего не горит, я выхожу. Да, действительно, ничего не горит, найдешь штраф. Ну, гаишник, естественно. Поэтому вот так вот расхолаживает город. Ни одной вот локации, кроме вот того, закуточка. Но на месте неинтересно людям смотреть. Напишите, что вы думаете по этому вопросу, пока мы ищем объект, который будет обнаружен с помощью инфракрасной камеры. Может, вы уже кого-нибудь увидели в ней, я пока никого не вижу. Так, что там у нас? Ночью, конечно, можно ехать намного быстрее. Правда, камеры, к сожалению, бдит. Не мои, которые я снимаю, а, естественно, те, которые занимаются отсечкой на скорость. Поэтому былые пролеты по набережной ныне невозможны. Всюду камеры, камеры, камеры. И так ездишь на свой страх и риск, а тут еще и штраф пролетает. Как ездить ночью быстро, понятия имею тоже. Тоже момент интересный. Кстати, видно, смотрите, как интересно работает грузовик. У него подсвечиваются более нагретые части автомобиля. Как видим, у него включен подогрев выхлопными газами кузова. Он теплый. Подсвечивается шина. Мост там задний тоже должен подсвечиваться, потому что он явно теплее, нежели стальной. Вот такая вот картинка. В целом на сети 6, отличаемся от таких вот размышлений бытовых по развитию канала. И перейдем все-таки к автомобилю. Получается, что можно ездить вообще в туман, кстати. То есть все объекты подсвечены и все очень хорошо видно. Посмотрите, как. Правда, решилась с тем, что там человечек, мол, может быть, под колесами грузовика, кого-то там намотал на них. Соминается песня «Хоронили тещу, порвали два баяна». Кто не слышал, найдите. В интернете очень смешная песня. Грустная, смешная, тупая, но одновременно угарная. Весел, короче. Но мы потихонечку едем, и КамАЗ по лесу бережет. Видим, может у него на высокой скорости что-нибудь и отлететь. Посмотрите. Еле-еле. А, тут яма. Ничего себе тут яма. Ям еще не зря он сбравился, Павел Ход. Но продолжаем изучать попутно тепловую карту КамАЗа и двигаться далее. Вот там у нас еще автомобиль припарковался. Поэтому вот подобные инфракрасные модули очень интересны. Есть пока только у премиальных автомобилей. Работает реальный. Очень круто. Действительно. Вот. Человек, пожалуйста, да, вот в любой куртке его вот будет видно, потому что есть обзор. Правда, есть один маленький нюанс. Ехать и смотреть только туда не получится. Потому что камера бьет вперед исключительно. А у нас круевой обзор на 360 должен быть в автомобиле. Ну, подождем. Подождем. Думаю, что подобные камеры по кругу стоят в беспилотных автомобилях. А здесь вот такая вот маленькая. Маленький предвестник того, чего нам всем ждать. А это беспилотники. Думаю, что лет 10 до массового внедрения, на мой взгляд. Потому что есть вопросы по юридическому обоснованию, по вот этим всем темам. Трясут их, кто будет нести ответственные случаи сбоя программного обеспечения или, например, безответственного действия пешехода. После этого их массово внедрят. И даже не хочу фантазировать, что там будет в мире. Это будет одна из самых страшных технологических революций. И даже хуже, чем в свое время, когда машины активно внедряли механизирование. Станки внедряли разнообразные. И лудиты тогда, специальные, ну, скажем так, секта, общество, ломали эти паровые машины. Били их, и говорили, мы сами будем работать, а они отбирают у нас хлеб. Но потом степень автоматизации не настолько сильная. И, составляя они сами операторами этих автомобилей, вот такая вот ситуация. И здесь вот мы видим активно предвестники этого самого. Что еще можно добавить? Я просто сижу, думаю, чтобы такого сказать относительно езды. Не знаю, вот как ночью показывать. У ГДЛАК все отлично, без комментариев. Все работает, все видно. Мотор прет как бешеный. Динамики хватает всегда. Для любых ускорений. Тачка, бомба. Видно очень хорошо все возможности автомобиля. Сейчас в ночи аккуратно подсветка горит. Ну, премиум, вот, с большой буквы, можно сказать, машина, которую ругать, по большому счету, не за что. Ну, кроме того, что, может, кому-то покажется, что это она дороговато. Ну, это проблема тех, кто не может ее купить на самого автомобиля. Вот так вот. Ну, вот, все освещено. Все везде и как. Вот, что делать с ночными тест-драйвами, друзья? Я от вас жду вновь ответа. Получается сегодня такое видео. Нисколько про возможности Кадиллака. Но посмотрели, как работает система. Интересно, да? Но ждем. Что делать? Возможно, напишите те, кому интересно, значит, на это с драйва перепись устроим. Думаю, заведу я четвертый уже канал. Есть драйв основной. Я рулю дополнительный. Russian Driving – это безмолвная езда. Тоже ранее выходила. Решил, что раз она нужна, многие устают от моего трепа. Смотрите там, что называется. И вот сейчас вопрос с ночным каналом, с ночными тестами. Заканчивать я это дело совершенно не хочу. Но понимаю, что отрицательно сказывается на динамике развития основных каналов. Что я рулю тянет вниз, что задрайв еще сильнее. Ну, представьте, там 90 тысяч подписчиков сейчас. Скоро будет 100. И просмотров на ночных тестах там 2-3 тысячи. Ну, паще хана. То же самое, кстати, с детским крестом. И та же самая история. Кстати, вон видно, где в фуре тепло, есть жизнь, а где нет. То есть можно отстрел проводить. Шутка такая глупая. Так что тепловизор – это вещь. Не зря в армии им пользуются. Можно биологические объекты активно находить. Кстати, вот животных может. Охотник тоже. Тепловизоры отлично работают. Вот автомобили появились. Но с благой целью пешеходов избегать, потому что, как известно, может ночью кто угодно появится. А оптика одной, сыт, не будешь классической. Вот он фракрасный свет и пригождается. Поэтому у нас ситуация следующая. Необходимо определиться, что мы будем делать с контентом. Как его развивать дальше. На основных каналах не могу иначе выкладывать. Ну, не могу, но это для нас, для всех хуже. Потому что вы, во-первых, смотрите меня, смотрите про новые автомобили, мнение про них. А если начинаются просадки, то вопросы. Во-первых, у тех, кто эти автомобили предоставляет для продвижения, в большом счете все это здраво, это продвижение. То есть даже если автомобиль получился неудачным, это тоже работает. Любой пиар, анти-пиар, просто пиар работает. Узнаваясь марки, в какой-то мере решает. Но тут задача сделать хороший автомобиль, чтобы его никто не ругал. Или там заплатить. Но это к делу не относится. Это мы пока оставим. Потом, если нужно будет, я обязательно побалаболю. Это дело у меня льется без труда. Сколько угодно вам могу накидать. Разнообразных фишек. Поэтому пишите, что делаем с нашим тест-драмем. Все это вокруг, рассказ вокруг этого прошло. Мы посмотрели на Сити-6, как он реально едет ночью. И главная фишка автомобиля не свет, а отличная LED технология. Супер FireLED называется. Класс, да? Но FireLED FireLED. А фрагастный экран все и решает. Поэтому пишите. Это такое доп-видео. Ночной обзор. Ночная поездка, скажем так. Скалейда может иметь... Ой, Скалейда. Есть Кадилак, то есть Скалейда. Ну, пишите, в общем, свое мнение. Десятый раз прошу. Потому что это важно. В конечном итоге контент именно для вас готовится. Я автомобиль беру для того, чтобы со мной не гонять. А для того, чтобы рассказать, каков современный мир. И что такое автомобили, пока мы можем ими управлять. Ну, а тогда, конечно, бешеный автомобиль. Просто бешеный. Бывает быстрее, но это более чем за глаза. Для уверенного движения. Зашибись. На этом, зрители, я прощаюсь. Не забывайте всегда отмечаться. Даже не лайками, а комментариями. Комментарии для меня много важнее, чем простой палец вверх. Потому что в комментарии я могу понять, действительно, нравится ли вам. Смотри, может туда съесть? Может там что-нибудь есть? Ну-ка. Может здесь кончается все-таки. Нет, здесь еще один въезд в больницу. И, как видите, все вообще освещено. Все. Я много искал. Долгую локацию, чтобы можно было понять, где да что. Но, увы. И вот начинается вновь парк. А выезжать куда-то в город. Ой, не в город, а за город. Ну, просто не целесообразно. Опять же, по причине того, что контент не востребован. И не видно ничего, да. Многие жалуются ночью. Ничего не видно. Зачем будем это смотреть? Полный привод с этой работы. Вообще круто. Плевать там, что под колесами. Очень хорошо джем и полный привод работает. Вот так. Вот такие вот дела. В общем, жду от вас. Обратные связи. До следующих встреч. Круто работать. Система, конечно, прекрасная. Здорово. Пока.